Ребята, всем привет из весеннего мартовского Сеула. Пусть вас не смущает мусор этот, который, хотел сказать, валяется, он не валяется, он аккуратно сложен. Сегодня просто суббота, выходной, но в понедельник его обязательно уберут. Ребята, сегодня очень тепло, погода сейчас плюс 16 градусов, но, знаете, по моим личным ощущениям, сейчас как будто все 20 градусов. Поэтому я думаю, блин, я приехал сейчас в район, в котором я, ну, редко бываю, и который я ни разу не записывал вам, мои дорогие зрители, для видео, для Ютуба. Поэтому думаю, ну, надо будет обязательно записать. Тем более, я вчера прочитал один комментарий под моим коротеньким видео. Меня там спросили, когда в следующий раз будет видео. Бродилка, болталка. Ну вот, пожалуйста, рад представить вашему вниманию разговорочно-прогулочное видео. Район, в котором мы сейчас находимся, здесь ближайшая станция метро Куро Диджитал. Мы находимся в Сеуле. Если вы знаете этот район, то пишите комментарий. Давайте, в общем, посмотрим, что здесь да как. Так, я, как и сказал ранее, сегодня суббота, поэтому народ отдыхает, видимо, со вчерашнего, потому что вчера была пятница, а в Корее, знаете, пятница, вот, допустим, у нас в России говорят пятница-развратница, а в Корее говорят пыльгам-огненная пятница. Это значит, что корейцы, они по пятницам отжигают. Ну, в принципе, я сейчас и нахожусь в районе, где, видимо, здесь вот вчера вечером корейцы отжигали. Ну, культура собираться вместе, кушать и пить алкоголь. Ну, в принципе, как и в любой другой стране. Вот это было вчера, а сегодня суббота. И поэтому я некоторых персонажей наблюдал, которые так потихонечку-потихонечку выползают после вчерашнего. Кстати, ребята, я сейчас вам кое-что скажу. Ну, знаете, лет 6-7 назад в Корее появилась сеть кофеен, которые подают кофе только на вынос, и не только кофе, но и напитки. Эта сеть называлась Juicy. Вот она вон там вон находится, вот я на неё пальцем указываю. И буквально на прошлой неделе мы с Кён Ми обсуждали то, что мы давненько не видели ни одну из этих кофеен. И мы подумали, наверное, ну, фрукты в Корее подорожали, и всё, эта сеть закрылась. Но я вот сейчас её обнаружил. Очень интересно, я даже сейчас как-то обрадовался, то, что эта сеть кофеен никуда не пропала. А меж тем, где мы находимся, где мы находимся, вот где мы находимся. На оживлённой дороге мы находимся. Вот, пожалуйста, я вам могу показать адрес. Нет, не адрес, ну, в общем, вы поняли, где мы находимся. Давайте пойдём, пойдём лучше вон туда. И посмотрим, что здесь есть. Вот, кстати, ребята, здесь написано Cheju Shi, но это совсем не Cheju, видимо, это ресторан Cheju Do. И вот эти вот штуки, это называется Толь Харбан. Hello, Cheju. Ну, вообще-то мы в Сеуле находимся, но вот, типа, это тематический ресторан кухни Cheju Do. Так, не пойдём туда, наверное, там дорого. Знаете, ребята, вот, кстати, Cheju Do — это остров, туристическое место. Корейцы любят Cheju Do. Раньше, знаете, молодые пары, которые только поженились, они на свой медовый месяц всегда отправлялись на Cheju Do. Ну, потому что там остров, море, пальмы, апельсины. В общем, красота. Но знаете, что я вам хочу сказать, ребята? Да, там, конечно, на Cheju Do красиво, там очень красивая природа, туда-сюда, но там так дорого, правда. Вот, допустим, вы приходите в какое-нибудь заведение, в какой-нибудь ресторан. Нет, ребята, даже не ресторан. Вы приходите в какую-нибудь... Ну, вот, те, кто в Корее живут, либо те, кто были в Корее, они меня сейчас поймут. Вы приходите в бабушкин ресторан. То есть, что это такое? Это заведение как будто, ну, как будто вот ты реально к своей бабушке пришёл там, и как будто вот пахнет внутри бабушкиным рестораном. И бабушка, она тебе еду подаёт таким образом, как будто ты не деньги ей платишь, а она тебе должна, ну, там, сервис какой-нибудь, да. Ну, как, в принципе, всё это работает, да, адекватно. А такое ощущение, как будто... Я опять же повторюсь, сделаю уточнение. Это не всегда так, но часто бывает, что в таких заведениях бабушка, как будто она тебе одолжение делает, вот. Поэтому я эти заведения не люблю, и я сам, мы с Кёнми, мы сами по своей воле, по своему желанию, мы в такие заведения никогда не ходим. Ну, вот, допустим, когда мы были на Че-Джи-До в прошлый раз, Кёнми очень хотела покушать какое-то блюдо, которое есть только на Че-Джи-До. Знаете, ребята, вот корейцы, они любят, когда путешествуют по Корее, допустим, поедут в какой-нибудь город и говорят, ой, вот в этом городе надо обязательно попробовать вот это блюдо, потому что вот в Сеуле, допустим, оно не такое, это блюдо. Это вот только вот в этом городе, либо только в этой провинции вот это блюдо, оно особенное. И знаете, ребята, я... Это моё мнение, но я его выскажу. Спасибо, что слушаете. Знаете, я сначала думал, о, да, круто, наверное, вот реально что-то вот такое особенное. И ты вот приходишь в Бабкин ресторан, ты платишь какие-то, простите, космические деньги и просто получаешь самую обычную еду. Ну, то есть, и ты такое ешь и думаешь, и за что я заплатил такие большие деньги? И потом приезжаешь обратно в Сеул и в какой-то один из дней пробуешь точно такое же, точно такое же блюдо, но только в Сеуле, и оно оказывается вкуснее. Ну, типа, бред, вот. И поэтому, когда, допустим, мы с Кён Ми путешествуем где-то по Корее, у нас теперь такого нету, что вот, надо обязательно попробовать особенное блюдо, которое особенно только вот для этого места или для этой провинции, нет. Типа, ты, в принципе, можешь в Корее, в Сеуле в любой день отведать этой еды. И что-то я слишком много про еду стал говорить, видимо, потому что я голоден. Да, кстати, ребята, я голоден. И, может быть, если мы с вами набредём на какое-нибудь заведение общественного питания, может быть, я даже вам покажу что-нибудь. Так, а между тем я пришёл? А куда я, собственно, пришёл? Чёрт. Мне, на самом деле, по-хорошему перейти бы дорогу вон туда, но... Ёлки-палки. Я недавно здесь посмотрел видео про Дубай, и там, если тебе надо перейти дорогу, то, ну, ты этого не сможешь сделать. Вот у меня такое ощущение, что я тоже этого не смогу сейчас сделать. Ладно, пойду туда. Чёрт. Ну, что делать? Ну, ничего страшного, ребята. Ребята, я зато вам покажу во всех подробностях это место. Вот, кстати, вот это место. Вот, читайте. Вот мы находимся здесь. Мне частенько... Ну, не частенько. Два-три раза мне в комментариях писали, чтобы я адреса оставлял тех мест, где я гуляю. Вот. В принципе, вы видели, ребята. Дальше. Заправка. Давайте посмотрим, сколько в Корее стоит бензин. Бензинщик. Так, вот, пожалуйста. Вот цены, ребята. 1684 воны. Как, дорого, недорого? За литр. Ну, да, придётся мне возвращаться сейчас, чтобы вон там, вон, перейти дорогу. Ну, ладно. Да, давно этих видео не было. Болталок, бродилок, разговорочно-прогулочных видео. Поэтому я опять чувствую, что я весь свой навык растерял. Ну, ладно. Надо, надо, надо раз в неделю хотя бы это делать. Да, ребята, я раньше стабильно старался раз в неделю выкладывать видео. Но сейчас я больше переключился на ТикТок. Там я стараюсь, ну, каждый день минимум по три видео выкладывать. Если вы не подписаны на мой ТикТок, то я вас призываю сейчас это сделать, подписаться. И ещё у Кёнми, у неё тоже есть ТикТок. Можете подписаться на ТикТок Кёнми тоже. Она тоже выкладывает туда видео каждый день. Вот, я все списки, списки, да, все списки. Я вот вас все списки составлю, кто не подписался. И потом, и потом ещё раз попрошу вас подписаться. В общем, я все ссылочки оставлю на наши ТикТоки. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, и вот этому видео тоже лайк обязательно поставьте, если вам не сложно. Ребята, каждый поставленный лайк на моё видео, это 10 рублей вам в карман. Ну, 100, 1000, миллион, миллион рублей вам в карман. Так, опять я пришёл в гущу событий. Сейчас надо будет только перейти дорогу. Да, кстати, ребята, обратите внимание на сегодняшнее небо. Сегодня погода не очень, вот. Это значит, в Корее начинается весна. Мисэ Монджи. Это пыль. Да, и в этой связи фраза о том, что Южная Корея – это страна утренней свежести, она вот как-то, как-то не звучит. Потому что, ну вот, всю весну, всё лето, вот, может быть, небо вот такое, смог. В Сеуле воздух ужасный, правда. И поэтому, не знаю, я когда в России был, мне, ну, всегда хотелось жить только в большом городе. И куда-то уезжать, ну, мне вообще никогда не хотелось. А здесь, в Корее, я, наоборот, хочу жить в какой-нибудь деревне, чтобы у меня рядом была природа, чтобы был нормальный воздух. Хотя, знаете, здесь Корея такая маленькая страна, здесь тяжело найти место, чтобы у вас была нормальная природа и нормальный воздух. Мне, конечно, могут возразить и сказать, а как же вот тот самый остров Чичдо, про который ты вот не так давно рассказывал. Вы знаете, ребята, у нас был опыт поездки на Чичдо. Мы туда приехали, прилетели, точнее, потому что это остров. И вот погода была примерно такая же. И, блин, это так было обидно, потому что я помню, буквально за год до этого мы тоже были на Чичдо, но мы были там по работе. И поэтому там у нас не было времени как-то там отдохнуть, что-то там погулять, поплавать. Но в тот момент погода была нормальная. А вот когда мы целенаправленно поехали туда отдыхать, погода была ужасная. И вот даже еще хуже, чем вот сейчас вот было. Поэтому, ну, что делать? Это мир, он такой. Где-то воздух чистый, но мне не хочется туда ехать, да? А в Корее все вроде хорошо, все классно, удобно, но воздух, конечно, оставляет желать лучшего. Ой, ребята, я, по-моему, пришел сейчас... Я, по-моему, пришел сейчас в очень интересное место. Вон, видите, там впереди мост есть. Сейчас мы спустимся под этот мостик, и я вам кое-что покажу. Не переключайтесь. Так, сейчас давайте быстренько я туда отправлюсь. Ребята, а между тем я нашел, что я хочу покушать. Фрэнк Бургер. Бургерная сеть бургерных в Корее. Давайте заглянем внутрь. А потом я вам немножко расскажу про эту сеть бургерных. Ребята, я уже совершил заказ вот на этом терминале. Сейчас вам его покажу. Это кто? Это Blackpink? Смотрите, а вот здесь я могу взять салфеточки, трубочку и кетчуп. А вот, собственно, и мой заказ. Гамбургер и картошка фри. Колу решил не брать. Ну все, ребята, я поел. Как говорит Кён Ми, наелся как медведь. Вот я тоже как медведь наелся, хотя вроде съел немного. Знаете, ребята, этот поход в это заведение натолкнул меня на очень интересную мысль, которую я в начале этого видео немножечко озвучил. Я говорил про че-джи-до и говорил, что да, корейцы любят че-джи-до, они туда часто ездят и там и зимой, и летом. Ну то есть на че-джи-до там нет сезона, типа вот все летом едут на че-джи-до. Потому что туда и летом едут, и зимой тоже туда едут. Там есть чем заняться и в это время. И в зимнее время, там в осеннее, весеннее. Ну то есть когда плавать, да, нельзя. Ну это сами корейцы так говорят. Но, знаете, ребята, я уже сказал, что там и дорого, и, знаете, еда тоже дорогая, хотя в принципе вообще никакой инфраструктуры нету. То есть платишь, и сам не знаешь, за что ты платишь. И я в этой связи всегда вспоминаю Таиланд. Потому что в Таиланде дешевле, в Таиланде еда, там жилье гораздо дешевле, в Таиланде погода гораздо лучше. Потому что, ну, на че-джи-до, допустим, летом поедешь, допустим, если это будет время там в сезон дождей или между сезона дождей, ну, так себе, честно говоря. Ну вот, будем уж честными, да? Так, ребята, я хотел туда пройти, но смогу, не смогу? А да, вроде смогу. Заодно покажу вам сейчас, работяк. Вот в этом месте что-то постоянно они что-то там роют, что-то там какой-то ремонт они делают. Так, главное быть очень-очень-очень осторожным. Так. Так. Ну вот, нормально, они работают, да? Нормально контролируют, чтобы никто ничего не это... никуда не свалился. Так, ну, о чем, в общем, я говорю? Так, я надеюсь, это не мне кричат. Единственный минус в Таиланде в сравнении с че-джи-до, так это то, что в Таиланд лететь далеко, долго. Ну, то есть, пять часов немножко, знаете, как, ну, если, допустим, ты еще с какой-нибудь пересадкой полетишь, вот как мы в этот раз летели там через Шанхай, ну, тяжело эти перелеты, они чувствуются. Начать жду вообще изи. В самолет сел, и все, через час ты уже там. Но в остальном, это мое мнение, я ни в коем случае не претендую на истину. Хотя, нет, я претендую. Вот. Я считаю, что Таиланд, отдых на Таиланде, он и дешевле, и... Ну, то есть, и лучше. Море лучше, как мне кажется, на че-джи-до. Еда. Еда это субъективно. Вот. Мне тайская еда просто больше нравится, поэтому... Ну, то есть, допустим, если вот вы... Если у вас был опыт там путешествования по Корее, в Корее, то вы знаете, что, ну, меньше ста долларов нормальный отель вы не найдете. Потому что, ну, все эти отели, они стоят очень дорого в Корее, там нормальные отели дорого стоят. А в Таиланде ты спокойно найдешь там меньше, чем сто долларов за ночь, ты нормальный отель найдешь, и там у тебя и вид из окна будет, и все будет классно. Ну, вот. Единственное, что лететь далеко... Сейчас, ребята, я обязательно вам объясню свою мысль, зачем вот я, в принципе, задвинул эту долгую телегу. А меж тем, ребята, смотрите, где мы сейчас находимся. Опа! Я тоже, опять же, не помню, я показывал это место или не показывал. Смотрите, здесь вот над нашей головой находится автострада. Видите, мосты, машины ездят туда-сюда. А посмотрите, внизу они сделали такой ручей. Конечно, выглядит это немножко... Знаете, я люблю здесь ходить, когда темно. Частенько здесь ходил, когда темно. И я вам хочу сказать, когда здесь безлюдно, и вот все так выглядит, ну, можно прямо хорроры здесь снимать. Так, это было такое маленькое лирическое отступление. Давайте продолжим про Таиланд и про Че-Чдо. Дорогие друзья, чтобы слишком не удлинять это видео, я разделю его на две части. Спасибо, что посмотрели первую часть, а вторая выйдет уже совсем скоро или уже вышла. В зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Для вас это секундное дело, а для меня это еще один шаг к миллиарду подписчиков и миллиарду долларов заработка, прямо как у Илона Маска. Всем спасибо, всем удачи и до новых встреч. Продолжение следует...